Это новости на канале Антенна 7, в студии Алла Аксенова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Отцепись от меня! Они голодные и набрасываются именно в этот момент. Как омичам спастись от клещей? Первая операция. Методики, которые применили наши хирурги здесь, в КМХЦ, это методики щадящие. Какое вмешательство омские хирурги выполнили впервые? А также омское правительство стремительно пустеет и последние новости кино. Омское правительство стремительно пустеет. Пару часов назад стало известно, что губернатор Виктор Назаров отправил в отставку заместителя председателя кабинета министров Станислава Гребенщикова. С чем связано решение, на сайте правительства не сообщили. Но факт, что увольнение случилось после возбуждения против Гребенщикова уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». С другой стороны, Станиславу Гребенщикову 60 лет, и он вполне мог написать заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию. Также, как это сделали в последние два дня министр культуры 67-летний Виктор Лопухин и министр строительства 61-летний Александр Бирюков. Впрочем, их отставку в обществе связывают с приездом в Омск на прошлой неделе премьер-министра Дмитрия Медведева, который здесь обсуждал как раз их сферы ответственности – культуру и ремонт дорог. Таким образом, за последние три дня из правительства уволены три чиновника. Министерствами культуры и строительства будут временно руководить замы. А вот кто исполнит обязанности Станислава Гребенщикова, пока не ясно. Клещи в этом году проснулись раньше обычного. Клещи поспособствовали положительной температуре в начале весны. Первые укусы врачи зафиксировали в марте. На данный момент число пострадавших приближается к 250. 96 из них – дети. Тем не менее, сегодня специалисты регионального Минздрава заявили, что эпидемиологическая ситуация в норме. Однако впереди лето, а значит риск быть укушенным, возрастает. Как защитить себя? Ксения Товичкина расскажет. Клещ просыпается при температуре плюс 8 градусов. И вот как раз это самый опасный период, когда поднимается вот такая температура, они голодные и набрасываются именно в этот момент, потому что они все… А что делать? Зато это правда. От слов доцента кафедры эпидемиологии Медуниверситета Светланы Тумориной, присутствующим стало не по себе. Оказывается, клещи – удивительно выносливые паразиты. Без пищи и движения они могут прожить до 10 лет. Как только им попадается жертва, сразу же начинают пить ее кровь и стараются высосать как можно больше. Главные жадины – самки. Чтобы полностью наесться, ей необходимо около недели. За это время она надувается кровью до размеров фасулины. Лучше этого, конечно же, не допустить. Ни в коем случае, если обнаружили клеща, самостоятельно, просто так его, желательно не вырывать. Вот что многие делают? Вырывают. Вырывают. А хоботок как раз вот этот, вместе со слюнным аппаратом, он находится, остается в коже. А если он остается в коже, значит, дальше продолжается поступление вируса. Вот это очень важный момент. Значит, самое главное – правильно убрать, поэтому нужно лучше всего обратиться за медицинской помощью. В поликлинике клеща извлекут и направят в лабораторию, чтобы определить, является ли он разносчиком инфекций. Процедура для пациентов бесплатна. В этом году положительных результатов специалисты пока еще не получали. Кстати, заразить клещ может не только энцефалитом. Клещ, все правильно, он не передает один только вирусный энцефалит. Он передает гораздо больше. Это и боррелиозы, и страшные еще рекетсиозы, и крымская геморрагическая лихорадка. Это очень, ну, перечень очень высок. На сегодняшний день вакцинации каких-то мероприятий еще не предусмотрено. Поэтому мы, конечно же, проводим вакцинопрофилактику, потому что вакцинопрофилактика позволяет, опять же, не исключить возникновение заболевания, она позволяет исключить осложнение тяжелых каких-то течений этого заболевания. Потому что сам по себе клещевой вирусный энцефалит, он, ну, заболевание очень тяжело переносится человеком. Но прививка не панацея, заболевание само, оно не исключит. Более эффективное оружие в борьбе с клещами, по мнению представителей регионального Минздрава, не специфическая профилактика. В первую очередь это самоосмотры каждые 15 минут. Паразиты сразу же не впиваются в кожу. Некоторое время они ползают по телу, выбирая место укуса. Запрещено садиться, тем более ложиться на траву. Как раз там клещи и прячутся. Даже если вы собираетесь отправиться на прогулку в парк, лучше нанести средства защиты. Ксения Туечкина, Андрей Соколов, Антенна 7. Спрей и кремы от клещей – это личные средства защиты. За безопасность пребывания в парках и скверах несет ответственность администрация Омска и дирекция мест массового скопления людей. Территории перед наступлением тепла обрабатывают специальными растворами, состав которых пагубно влияет на клещей. Опасны ли эти растворы для людей и животных? Сегодня гуляя по парку, выясняли Денис Ионос и Сергей Гаврилов. Слоны, бегемоты, медведи и обезьяны. Птицы, бабочки и жуки-пауки. Пластиковые и живые обитатели флоры и фауны – часть парка культуры и отдыха. Клещам здесь не место, объясняет директор Константин Лукашевич. И смело отправляется с нами на прогулку. Погода установилась теплая, естественно, большой поток людей приходит в парк. Безопасно здесь? Клещей нет? Вы можете гарантировать это? Парк, который 30 лет в ЛКСМ занимает площадь больше 70 гектар. Так вот в этом году мы обработали всю полностью, 100% территорию парка. Аттракционные зоны, зоны зеленых насаждений, где у нас ничего вообще нету, никаких недорожек, ничего. Все полностью обработано. Территория большая. Чтобы обработать состав, все равно это химия. Есть опасность для людей, для животных, которые здесь в любом случае будут? Безусловно, опасность, как и от любой химии, присутствует. Но организация, которая проводит вот эту обработку, она сама уже расстановку делает и говорит нам, что нужно сделать. Когда мы выставляем объявление о том, что проводится обработка, будьте внимательны. После проведенной обработки, как нужно себя вести. Эти все объявления мы развешиваем и стараемся, чтобы люди, конечно, соблюдали вот эти правила, которые устанавливаются. А какие правила? Что не должен делать человек после обработки? Вообще посещать территорию он не должен. Но так как у нас территория проходная, мы, по крайней мере, говорим, что вот, если вы проходите, то постарайтесь территорию покинуть быстрее, не находиться долго здесь. Потому что все равно аэрозоль остается в воздухе и можно хватануть ее, надышаться. Когда появляется недомогание, температура, когда человек дискомфортно себя чувствует, может появиться даже озноб, температура повысится. Вот эти все явления могут появляться. Поэтому мы стараемся, чтобы все-таки людей максимально информировать, и чтобы они уже безопасно свою соблюдали. Запрет на посещение территории сразу после обработки носит, скорее, рекомендательный характер, поясняет врач и дезинфектолог. Состав современных средств безвреден для людей и животных. Территория, вся территория обрабатывалась препаратом Альфатрин. Это препарат, официально разрешенный к использованию. Официальный препарат для уничтожения клещей, в том числе ксодовых, которые представляют опасность. На теплокроводных животных они не действуют. Они даже на дождевых серверах не действуют, этот препарат. То есть он исключительно предназначен для членостановки. Это средство разрешено к использованию даже в домашних условиях. Опасность для людей и животных представляют составы предыдущего поколения – фосфороорганические и хлорорганические соединения. И они до сих пор не запрещены в нашей стране. Поэтому ручаться за безопасность препаратов могут только службы дезинфекции. Калина Ивановна работает контролером в парке уже не первый год. И встреч с клещами после трудового дня еще не было. На масштабную обработку надеется, но и о личной защите не забывает. Ну, наносим специальный спрей, защиту. Самое главное после обработки территории – не лежать на траве, уткнувшись носом, и вдыхать все эти химические ароматы. И самое главное, напоминаю, клещи обитают в траве, а не на деревьях. Денис Унос, Сергей Гаврилов, Антенна-7. Этим средством в Омске обработали все муниципальные парки. Глобальную защиту в городе завершили даже раньше намеченного срока. Все из-за раннего пробуждения клещей. Идем к другим темам. Омские врачи впервые провели уникальную операцию по удалению пищевода. По сложности такое вмешательство сопоставимо с пересадкой органов. Удалить канал, соединяющий полость рта с желудком, удалось через несколько проколов. За ходом эндоскопической операции наблюдали мои коллеги. Изменения в пищеводе этой пациентки необратимы. Поэтому операция радикальная. Трубку, соединяющую полость рта с желудком, именно это и есть пищевод, удалят полностью вместе с лимфатическими узлами. Такое вмешательство – редкое явление, поясняет таракальный хирург Илья Зятьков. И в данном случае трудно понять, что именно привело к развитию патологии. У нее тяжело сказать, из-за чего развивалась. Ожога пищевода у нее по анамнезу нету. Гастроэзофагиальная рефлексная болезнь, которая приводила к длительному ожогу желудочным содержимым пищевода, у нее тоже по анамнезу нету. Возможно, это опухоль пищевода, которую верифицировать сейчас не удается. Несмотря на биопсии, она расположена просто глубже. Возможно, это был незамеченный какой-то прием жидкости более агрессивный, в виде уксуса, в виде таких вот людей, которые любят очень острое. У них периодически на фоне хронического воспаления пищевода возникает стерноз. Что отсечи, как Илья Зятьков наблюдает через видеокамеру. Задача врача не только удалить пищеварительный канал, но и сделать новый. Да, без пищевода пациентку не оставят. Новую трубку сделают из желудочного стебля. Все происходит через небольшие проколы. Такой вид оперативного мешательства и называют эндоскопическим. Хирургия грудной клетки, таракальная хирургия, десятилетиями была очень тяжелая, сложная хирургия, как для хирурга, так и для пациентов. Это полезные, тяжелые, очень кропотливые операции и восстановительный период довольно большой после них. Люди это прекрасно понимали, знают. Методики, которые применили наши хирурги здесь, в КМХЦ, это методики щадящие, методики малого доступа, так называемые. То есть те же самые результаты при тех же самых заболеваниях, порой довольно тяжелых, достигаются. По сути, за время пребывания пациента в стационаре 4-5 дней. Антону удалили гипертрофированную часть легкого. У молодого человека лобарная эмфизема. Это порог развития легкого, при котором происходит вздутие и увеличение объема его доли. Отсюда одышка, свистящее дыхание, приступы асфиксии. Патология врожденная и очень редкая. Распространенность лобарной эмфиземы не превышает одного случая на 100 тысяч родившихся детей. Часть легкого пациента удалил Илья Зятьков. Это было необходимо. Я боялся сначала, но он все рассказал, объяснил. Ну, я как бы согласился. Операцию Антону сделали несколько дней назад, а он уже ходит. Это благодаря эндоскопической операции, при которой организм травмируется минимально. Сейчас в Таракальном отделении 12 пациентов с патологиями бронхов, диафрагмы, легких и пищевода. Денисона, Сергей Гаврилов, Антенна-7. На Московке один из пешеходных переходов стал для людей опасным. Почему местные жители боятся им пользоваться? Ответ в материале. Пока жители Московки спали, ночью неизвестные установили возле дороги торговый ларек. Такими неприятностями он грозит, а мечи увидели утром. Стало страшно переходить дорогу. Все дело видимости. Пешеходу из-за павильона стало не видно приближающийся автомобиль. Водителю – пешехода. Люди пожаловались в оплот. Один мы убрали, был большой котель. Убрали, что люди с детьми переходят, не видят они проезжающую мимо дорогу. То есть по дороге идут машины, представляют угрозу человеческой жизни. То есть идет он с ребенком, нам не нравится, мы боимся переходить. Больше всего переживают у детей. Через переход проложен путь в школу. А значит пересекать дорогу приходится ежедневно. О том, что оплот взялся за проблему, скоро стало очевидно. Киоск в один из дней владельцы сдвинули. И сегодня ночью слышно было, как машина под утро уже. Я не могу утверждать конкретно, что я не подходил. Ну видно, по крайней мере, как я проходила вчера и что сегодня. Что павильон сдвинутый. Однако проблему это не решило. Эксперты общественной организации оплот сделали замеры. Павильон установлен с нарушениями, как и соседние. По правилам, они должны быть не ближе 10 метров к краю дороги. Здесь никаких 10 метров нет. Здесь 3,5 метра от края дороги до киоска. А он ближе 10 метров вообще не имеет права здесь находиться. Вдобавок разрешения на установку у владельцев нет. Общественники оплота обратились с этим в администрацию, чтобы киоск вывезли. Следом попытаются обязать чиновников убрать и соседние киоски. Алла Аксенова, Антеннесси. Хорошие новости для любителей межгалактических путешествий. Сегодня на большие экраны выходит вторая часть «Стражи галактики». Итак, все в сборе. «Землянин Питер Квилл», «Молчаливый Громила Дракс», «Зеленокожая наемница Гамора», «Живой дерево Грут» и «Говорящий енот». Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба, а иногда даже с пользой для окружающих. «Я вижу вас насквозь. Страх, зависть, предательство. Наш долг очистить вселенную от этих пороков». «Золотко, а мне говорили, что вы стервы стремные. Но это все вранье. Чувак! Что, мигнул неудачно?» На этот раз героям предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей галактике. Кто же на самом деле отец «Звездного лорда»? Ответ в кино уже узнал Денис Ионос «Антенна-7». Футболисты РТШ в гостях сразились с лидером Восточного дивизиона – футбольным клубом «Чита». Забайкальская команда демонстрирует в нынешнем сезоне динамичную комбинационную игру. Читинские футболисты доминировали на старте матча, нанесли несколько опасных ударов по воротам РТШ. Наши футболисты надежно сыграли в защите, а контратаковали. Первый тайм завершился в ничью 0-0. Новый натиск читинской команды увенчался успехом. На 58-й минуте нападающий Андрей Разборов в скоростной атаке пробил точно в левый угол ворот. Футболисты РТШ уступили 0-1. 11 мая команды сыграют вновь, но уже на поле РТШ. Матч пройдет в манеже «Красная звезда». А рэгбисты Омска сразились с командой Новокузнецка в решающем матче первенства Сибирского федерального округа по рэгби. В этом году финальный турнир для спортсменов до 15 лет прошел в нашем регионе. Начальный удар пробили о мячи. Рывок со своей половины поля, приземление мяча в зачетной зоне омской команды. Рэгбисты из Новокузнецка блеснули отличным командным взаимодействием. Герой первого тайма матча Максим Колчин. Рослый техничный игрок начинал матч как форвард второй линии. Затем резко выдвинулся вперед под замыкающих защитников нашей команды и дважды на скорости ушел в отрыв. Мы их это переграли потому, что мы нашли их слабое место на краю. У нас до схватки начала играть более лучше. Вот они идут и сразу вот идет это до сохранения мяча, потом веер и мы просто идем пасом. Натиска мячей. Главный тренер Владимир Сиддиков подсказками сумел перестроить игру команды. Наши рэгбисты выиграли мяч, брошенный из аута. Разогнали атаку веером с выходом на фланг. Соперники закрыли линию. По правилам рэгби пасовать руками можно только параллельным курсом или назад. Передача вперед идет только с удара ногой по овальному мячу. Но кузнецкие рэгбисты успели закрыть свободные зоны, навязали борьбу, сохранили солидный отрыв баллов 15-0. В некоторых моментах ребята просто не добегали, физически не успевали. Опять же, наверное, это связано с тем, что мы совсем недавно после зала вышли на большое поле и не успевали разбирать все части поля. Вот, наверное, это одна из самых больших проблем в этой игре. Наши рэгбисты нашли резервы. Во втором тайме каждый прибавил в чем-то своем. Кто в скорости, кто в технике. Атаки о мячей стали острее. Пару схваток выиграл один из лидеров нашей команды Дмитрий Кром. Но кузнецкие рэгбисты не теряли концентрации в защите, опасно контратаковали. Наши ребята проиграли матч за первое место. Мы уступили, но получили большой тактический опыт. В следующий раз мы будем играть как бы более лучше. Будем цеплять как бы более больших игроков, чтобы первая линия наша игроков все время попадала и брала их больше, лучше. Наши ребята сделали выводы. В круговом турнире о мяче обыграли команды из Прокопьевска и города Талдыкургана, республики Казахстан. Заняли второе место в соревновании. Сохранили возможность выступить в финале первенства страны. Победители отборочного этапа выступят в финале первенства России. Турнир пройдет в июле в Ешкар-Оле. Омские рэгбисты также могут выступить в этом соревновании, если руководители команды найдут финансирование. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. На этом выпуск завершен. Напоминаю, эти и другие новости смотрите на сайте Антенна 7, а также ВКонтакте, в Фейсбуке и Твиттере. Хорошего вечера. Далее рекламная информация. В Омском цирке новая программа «Жираф-шоу» – уникальный аттракцион с участием животных великанов. Носорог Бонни весит три тонны, но это не мешает ему грациозно танцевать и срывать овации зрителей. Как известно, у детей любимый жанр – это все-таки животное. Поэтому, если начать знакомство с цирком именно с этой программы, то гарантировано, что ваш ребенок у нас не останется равнодушным. Поцелуи от жирафа. Не во сне, а наяву. Девушки выстраиваются в очередь за вниманием иностранца. Багир по-русски не понимает. Вырос в Германии. Чтобы животное выполняло команды, дрессировщики выучили немецкий язык. Багир – единственный дрессированный жираф в России. Мы везли в жирафовозе. Это специальный транспорт, который имеет возможность увеличиться в два раза. В программе участвуют и другие четвероногие артисты – белый лев и тигр, верблюды, козы, собаки, обезьяны. Также зрителей ждет выступление клоунов, гимнастов, фокусников. Программа будет идти в Омском цирке до 4 июня. И пишутся ваши семейные истории. Дарите своим близким самое драгоценное. Росювелир Торг. Ваш первый семейный. Жираф Багир и носорог Бонни ждут вас в Омском цирке с 30 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok